Моногибридное скрещивание В результате скрещивания таких растений он получал растения с желтыми семенами Почему же так происходит? Давайте мы с вами решим задачу, которую ставил перед собой Крегор Мендель и проверим, действительно ли работает первый закон Менделя Итак, любой признак обозначается буквой Одной В данном случае признаки у нас это зеленая и желтая окраска Один из признаков у нас подавляет действие другого признака Вы, наверное, догадались, что желтый цвет, который у нас был в F1 все потомки у нас более желтого цвета он у нас является доминантным, то есть подавляющим, самым главным Мы его обозначаем большой буквой Доминантный признак обозначается большой буквой В моногибридном скрещивании, как правило, это большая буква А Для удобства Большая буква А это желтый цвет, правильно? Соответственно, маленькая буква А это будет признак, который подавляется которого в F1 не будет вообще Это у нас маленькая буква А зеленый цвет Зеленый Генотип организма всегда обозначается двумя буквами То есть вот признак у нас, например, какая-то окраска Она будет обозначаться двумя буквами То есть сочетание букв А будет давать нам генотип организма Какие могут быть у нас организмы? Это может быть А большое А большое Правильно? Такой генотип будет иметь желтую окраску семян Вот это буквами я записываю генотип Вот это признак, внешнее проявление Называется фенотип То есть внешнее проявление, цвет, окраска, форма Это фенотип Какие еще могут быть у нас варианты генотипа? То есть сочетание букв У нас может быть А маленькая, А маленькая Такой организм будет иметь зеленую окраску Но у нас еще же может быть А большое, А маленькая И такой организм будет иметь тоже желтую окраску Почему? Да потому что А большое будет подавлять желтый цвет Будет подавлять зеленый Вы всегда, когда видите вот такой вот генотип Всегда смотрите, что у нас обозначает буква А большое И тогда вы будете знать, какой фенотип, какое внешнее проявление имеет такой организм. Это у нас тоже желтая окраска. Грегор Мендель исследовал чистые линии. То есть, так как горох у нас самоопыляемое растение, то он был только гомозиготным. Гомозигота – это когда у нас две одинаковые буквы. Вот вы видите, вот А большое, А большое, А маленькая, А маленькая. А большое, А большое – это гомозигота, а маленькая, А маленькая – это гомозигота. Гомо – однородный, одинаковый. А большое, А маленькая – разные буквы, это гетерозигота. Гетерос разный, различный. Чистые линии. Он брал желтый горох и зеленый горох. Чистая линия желтый горох – это А большое, А большое. Запишем. Женский значок Венеры. А большое, А большое. Так мы обозначили желтые горошины. Мы скрещиваем с зелеными горошинами. Мы получаем гометы. J – это гометы, то есть яйцеклетки и сперматозоиды. Так как у нас гометы имеют половинный набор хромосом, половинку от пары гомологичных хромосом будет какая-то одна в яйцеклетке, либо в сперматозоиде, то в данном случае, когда мы делим пополам, мы получаем А большую. Они одинаковые, поэтому мы пишем один раз. Яйцеклетка А. Сперматозоид будет, соответственно, иметь А маленькая. Я здесь не дописала значок. Марс – это мужской значок. Это будет сперматозоид. При свечивании яйцеклетки и сперматозоида мы получаем F1 – потомки первого поколения, которые будут иметь генотип А большое, А маленькая. Фенотип, то есть внешнее проявление, какое у нас здесь будет? Естественно, желтый цвет, да, мы видим это. То есть мы видим, что когда Грегор Мендель скрещивал желтые горохи и зеленый горох, он получил желтые горошины. Это неудивительно, потому что у нас в F1 при моногибридном скрещивании получается единое образие первого поколения. Давайте с вами решим вторую задачу. Ген ранней зрелости ячменя доминирует над поздней зрелостью. Какими будут растения в F1, то есть в первом поколении, полученные в результате опыления гомозиготной раннезрелого растения пыльцой позднезрелого? Давайте с вами запишем, какие у нас есть признаки. У нас есть поздняя зрелость, есть ранняя зрелость. Нам сказано, что ранняя зрелость доминирует над поздней. Значит, ранняя зрелость это будет А большое. Ранняя. А маленькая это будет поздняя зрелость. Какие могут быть генотипы? Может быть, А большое, А большое. Правильно? Тогда это ранняя зрелость. А маленькая, А маленькая это поздняя зрелость. А большое, А маленькая это будет у нас тоже ранняя зрелость. Это теоретически возможные генотипы. Не факт, что они у нас есть. Вот в условии издачи. Просто для лёгкости мы с вами это записали. Что же нам говорится в условиях? Что мы скрещиваем? Мы скрещиваем гомозиготную раннезрелое растение. Гомозиготная раннезрелая. Ранняя зрелость у нас вот и вот. Гомозигота, как в прошлой дыдущей задаче, мы с вами говорили, что здесь гомозигота, вот, две одинаковые буквы. Видите, ранняя зрелость, А маленькая, А маленькая. Значит, у нас одно растение, гомозиготная, одинаковая буква, гомозиготная, раннезрелая, извиняюсь. Вот, раннезрелая. Это будет А большое, А большое. Скрещиваем значок мужской. Мы его скрещиваем с позднезрелым растением. Позднезрелое растение это А маленькая, А маленькая. В результате мы получаем гометы. Здесь А, только половинку, да? Здесь А маленькая, тоже половинку. От скрещивания такого потомства мы получаем вот такое потомство. А большое, А маленькая. А большое, А маленькая, это какое растение? Это раннезрелое растение. Значит, в Аф-1 у нас все организмы будут раннезрелыми. Ребята, я надеюсь, что вам понятно решение задач на моногибридное скрещивание по первому закону Менделя. Если у вас есть какие-то вопросы по этим задачам, вы можете их написать в комментариях под видео. Ставьте лайк, мне будет очень приятно. Спасибо вам большое за внимание. Продолжение следует...